Но по информации русского вещания ЛТВ и Латвия выполнила список невъездных лиц. В черный список на полгода попал представитель Совета по правам человека при президенте России Илья Шаблинский. Причиной могла стать публикация в российской независимой газете от 31 мая. В ней говорилось, что Шаблинский по приглашению Латвийского комитета по правам человека приедет в Латвию с инспекцией, чтобы дать оценку реформе школ нацменьшинств. Илья Шаблинский сообщил русскому вещанию ЛТВ, что в Латвии он бывал раньше как частное лицо. Но 11 июня у него состоялась беседа с латвийским послом Марисом Рейхстеншем. Ранее дипломат в своем твиттере написал. Независимая газета сегодня извещает, что из РФ в Латвию собирается инспекция. Наверное, что-то перепутали. Кто и как может инспектировать суверенные государства? Сам Шаблинский признается, что независимая газета исказила его позицию, хоть и напечатала впоследствии опровержение. Оно было опубликовано 4 июня и на странице Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В нем Шаблинский говорит, что собирался в Латвию в частном порядке. Они в составе некой инспекции. И отмечает, что не разбирается в проблемах билингвальной системы Латвии. Но в итоге въезд в страну для Шаблинского оказался закрыт до декабря. Латвийский МИД комментировать информацию о запрете Шаблинскому въезжать в Латвию отказались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова